Привет, друзья! Наслаждайтесь, смотрите, какая картина пишется, но это уже масло. Послушайте меня внимательно. У каждого человека есть любимая поза, в которой ему удобно размышлять. Или движение, которое он делает, когда он о чём-то размышляет, когда он задумчив. Вот у вас, например, какая любимая поза, в которой вы любите размышлять? Ну, в которой входите в состояние глубокой задумчивости. Что вы в этот момент делаете? Может быть, какие-то движения вы делаете? Может быть, повторяемые движения? Ну, может быть, там жвачку жуёте, может быть, там песню для себя пропеваете какую-нибудь, там повторяемыми движениями покачиваясь плечами или тряся ногой, чтобы легче было думать. Вот я, например, когда размышлял однажды, поймал себя на мысли, вот что я так стою, качаюсь. И в этот момент я вдруг ощутил, что я думаю о волнующей проблеме с какой-то эмоциональной отрешённостью, безмятежно. Это называется эмоциональное дистанцирование. Или как бы смотреть на вещи со стороны. Ну, вот я так вот стоял, сложив руки за руки, руку за руку, и раскачивался. И вдруг поймал это состояние, случайно. И я понял, что по существу, если научиться поймать это состояние осознанно, то есть целенаправленно, а не спонтанно, естественно, инстинктивно, случайно, а осознанно, тогда человек разом обретает массу преимуществ в различных направлениях. Я так и сделал. Я, продолжая вот так раскачиваться, стал решать проблему, которая так меня достала, так меня достала. И вот я так раскачивался, раскачивался и продолжал переживать по поводу этой проблемы. Вот представьте себе эту ситуацию, когда я в любимом своём положении, который я раньше делал случайно, продолжал думать, как я раньше делал, но делал случайно, спонтанно, и при этом стал решать волнующую для себя проблему. И буквально через 2-3 минуты вдруг я заметил, заметил, что когда я переживал о проблеме, думал, как её решить, я вдруг заметил, ну как врата отворились, и как бы я вышел в другое состояние, и вдруг я почувствовал, как её надо решать. То есть я вышел из той доминанты, за счёт вот этого повторяемого движения, которое я делал непосредственно, легко, свободно, без всяких усилий, не задумываясь, как это делать. Обратите, пожалуйста, на это внимание. У каждого из вас есть любимая поза. У меня вот такая, когда я задумчивый. У вас может быть другая. Может быть, вы лёжа любите думать, может быть, сидя, может быть, в каком-то действии вы любите, может быть, когда вы в волейбол играете, вам легче думается. Может, когда вы в теннис играете, вам легче думается. То есть у вас есть либо любимая поза, либо любимые движения, либо комбинация, когда вам легче думается. Вспомните этот момент и используйте этот момент для того, чтобы, поставив себе какую-то проблему, задачу, которую вы обычным путём решить не можете, используйте эту позу и эти движения. И продолжайте переживать там по поводу уже этой задачи, как её решить. И вот оказалось, вы там выходите на это состояние безмятежности, которое, внимание, в разных культурах и методах называется то медитативное состояние, то состояние нирваны, то состояние самадхи, то состояние фана, то состояние великого ничто, то состояние магическое состояние, то оккультное состояние, то эзотерическое состояние, то колдовское состояние, то целительское состояние. Ну, короче говоря, в Европе это называется состояние психической релаксации. Не расслабление мышц физическое, а имеется ввиду психическое. То есть, когда мысли текут свободно, как облака, и вы не застреваете в эмоциональной доминанте, когда у вас при этом, наоборот, доминанты все уходят, и вы чувствуете себя в таком эмоциональном, безмятежном, глубоком, покойном состоянии, и при этом ваша мысль работает в поиске решения задач. Это вот сочетание, когда вы одновременно сосредоточены и одновременно психически расслаблены, это сочетание гармонии Ян и Инь, и это сочетание описывается в различных книгах мудрых «Единство Ян и Инь», это сочетание как плюс и минус, это сочетание как негативное и позитивное, это сочетание как амбивалентное состояние, и на самом деле это состояние, которое даёт синергетический эффект. Когда синтез и анализ идёт одновременно, когда анализ не разрушает синтез, а вместе создаёт новое качественное мышление. Вот это и интересно, и в этом состоянии, ну попробуйте, но самое главное, завершение, повторяю, найдите любимую позу и любимые движения. Соедините их и на этом фоне думайте о волнующей вас задачи, проблеме, цели. И в какой-то момент вы найдёте решение. А если вы мучительно переживаете по какому-то поводу утрата там, или что-то у вас не получается, или нога болит, если вы мучительно переживаете в условиях этого состояния, то вы избавляетесь от переживаний. Только там надо хотя бы несколько минут. Поэтому вы делаете, как я делал, раскачивался, переживал о чём-то, переживал и не обращал внимания, как я раскачиваюсь. Не обращал внимания, значит мне это действие было легко. Поэтому критерием поиска в условиях для решения сложной задачи является охота за лёгкостью, за естественностью, за спонтанностью. Поэтому я назвал с вами этот ключ. С другой стороны, охота за естественностью, за спонтанность, за свободу. До встречи, друзья. Это вам сильно поможет. Ну как?